На пункте пропуска Покровка ЖАОХЕ временное затишье. Здесь оно наступает два раза в год, когда движение между двумя странами приостанавливается из-за ледохода. Пока здесь нет фур, на место приехали ветераны. Они создавали этот международный пункт пропуска 30 лет назад. Все начиналось здесь с нуля. Ну, прямо скажу, мы как-то все-таки сумели убедить китайцев, договорились с ними. Они нам паром свой дали. Он небольшой паром, всего лишь на четыре машины было. Грузопоток был очень маленький. Начинали с того, что где-то встречались непосредственно с перевозчиками международными и убеждали, что для них это выгодно, наш пункт пропуска. При море ходить это затратно. Нам удавалось это. При море машина ходила, круглый рейс имела 4-5 дней, у нас где-то 2-3 дня. А какие товары из Китая везли сюда и что мы везли в ответ в те годы? Ну, в то время структура товаров несколько другая была. В первую очередь это было продовольствие. Это были товары народного потребления. А другая сторона, если смотреть с нашей стороны, то в основном возили, конечно, лес. Это лес, где-то товары сельского хозяйства были в небольшом количестве. Где-то стройматериалы были такие вот, такие товары. Ну, в основном лес мы возили. Много работала здесь и Раиса Ивановна Кабанченко, которая 40 лет трудилась в Бикинском районе. Я в этот период работала первым заместителем главы района. Отвечала за социальную сферу. Это важно, конечно, грузоперевозки, но еще важнее контакт между людьми. И это удалось сделать благодаря таможенному пункту пропуска. Мы организовывали совместные поездки китайских и российских ребят, творческих коллективов, спортивных коллективов, ветеранское движение. И еще очень важно было, что в тот период, когда начала таможня, функционировало такое общество российско-китайской дружбы. После двух лет ковидного простоя погранпереход Покровка-ЖАУХЭ открылся летом 22-го года. С тех пор грузопоток в Покровке только увеличивается. Это называется бокс углубленного досмотра для проведения таможенного контроля в отношении грузовых транспортных средств. Здесь осуществляется осмотр как самого транспортного средства, так и груза, который перевозится. Увеличение числа перевозок способствует не только логистический расчет, но и рост турпотока. Отдыхать в ЖАУХЭ россияне стали гораздо чаще. Этот китайский город становится серьезным конкурентом сопредельного Фуюаня. В ближайшее время в Покровке планируется комплексный капитальный ремонт. В рамках комплексного капитального ремонта планируется следующее мероприятие. Будут оборудованы площадки для автотранспорта заграничного следования непосредственно в пункте пропуска и, соответственно, перед КПП на везде из Российской Федерации. Также планируется благоустройство пункта пропуска, обустройство санитарной площадки. Пункт пропуска Покровка ЖАУХЭ может расширяться. Востребованность его велика. С разворотом страны на восток выросла нагрузка на трансграничную инфраструктуру, увеличиваются грузоперевозки между Россией и Китаем. Построить еще один погранпереход поручил Владимир Путин. Возведение его на острове Большой Уссурийский недавно согласовала Поднебесная.